Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о первом послании апостола Павла к Тимофею, мы обратимся сейчас к четвертой главе. И, собственно, с четвертой главы начинается вторая часть послания, где апостол до некоторой степени возвращается к тому, что его интересовало, было в центре его внимания в главе первой. Как бы на второй круг уходит это послание, обсуждает оно примерно те же темы, но все-таки несколько иначе, и с чуть большей подробностью. Четвертая глава начинается с наставления такого объяснения Тимофею, что для апостола Павла есть ложное учение. Он говорит о том, что «ну ты же понимаешь, дух же понятно говорит, ясно говорит, что в последние времена некоторые отступят от веры». Поразительно само по себе то, что Дух Божий знает это, говорит об этом Павлу, другим людям, которые слышат Духа Святого, и тем не менее все равно призывают всех тех людей, которые отступят, которые будут внимать обольстителям. В третьей главе, прошу прощения, во второй, апостол говорил о Боге, который хочет всем человеком спастись. Христос говорит об Отце Небесном, который сеет зерно, «Слово Божие вообще везде, на любой почве». Вот здесь об этом речь. Павел говорит о том, что Дух Божий говорит нам, что будет это отступление, но все равно надо трудиться, все равно надо это слово сеять. И вот он объясняет Тимофею, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям, мучением бесовским. Тоже здесь, надо сказать, апостол употребляет некоторые, как теперь принято говорить, оценочные суждения, характеризуя этих отступающих от веры, лже словесников, сожженных в совести своей, некоторым, я бы сказал, может быть, излишне красочным и эмоциональным образом. Хотя надо сказать, что и в более ранних текстах мы обнаружим вот такое, порой весьма многословное, обличение этих нехороших двоечников. Но для нас важнее другое. Что именно? Что он имеет в виду? Что значит сожженных в совести своей? Что ж такого бессовестного-то видит Павел в учении этих уже словесников? А вот он говорит, что эти самые сожженные в совести своей запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Вот террас. Пройдет еще примерно 3-4-5 столетий, и это как раз будут считать прямо-таки мейнстримом христианского благочестия. Прямо-таки мы начнем думать, и в каком-то смысле продолжаем думать до сих пор, уже полторы тысячи лет, что вот это важно, что все, что имеет отношение к браку, это что-то такое прямо ужасное, стыдное, греховное, и что путь спасения – это только отказаться от этого, и что целомудрие Павел-то, обратите внимание, называет целомудрием человека, который одной жены-муж и хорошо управляет своими детьми и домом. Да, а вот потом люди начинают думать, что нет, все, что связано с браком, с деторождением, с вот этой всей интимной сферой, ах, это ужас-ужас, этого надо гнушаться, бежать и прочее-прочее. Павел говорит, что это сожженная совесть, что это лжесловесники, лицемерие, учение бесовское. Поразительно, но это, ну вот контраст налицо. Дело в том, что ведь во времена Павла, и даже раньше, и даже в доевангельские времена еще, в ленинстическом мире существует некоторое количество мистических, мистико-аскетических течений, совершенно языческих, по своей природе до Христа, до возникновения Евангелия и евангельского благовестия, которые говорят о том, что плоть темнится духа, все, что относится к интимной сфере, это фу, гадость, бяка, и этого надо гнушаться, и те, которые там женятся, они прям вообще, как это называется, капитулируют и отказываются от духовности. Во времена Павла, Павлу очевидно, что это языческая позиция, что это мистика, я бы сказал, такого сильно восточного толка, что это аскеза не христианская, а какая-то прям перпендикулярная. И тоже вот он говорит о сожженной совести тех, кто запрещают употреблять некоторые виды пищи, в частности, ну, понимаете, в эллинистическом мире, вообще тоже не будем забывать, что это юг, климат, темперамент. Там существовало такое, во-первых, представление, что либидо непобедимо, и с ним невозможно или очень трудно справиться, что, вообще говоря, вранье, и с ним не так трудно справиться, как это принято в грекоязычных текстах думать. Это первое. Второе. У них существовала такая идея, что употребление высококалорийной белковой пищи опять-таки стимулирует либидо, что тоже, мягко говоря, не совсем так. Да и вообще не для этого она нужна. Но, тем не менее, всяческие гностические, мистико-аскетические течения того времени, снова и снова повторю, абсолютно языческие, до последней крайности языческие, говорили, что вот ты этого есть не будешь, жуй одни листики салата, да не женись и не бери на себя ни за кого ответственности и не люби никого, детей не имей, прочее, прочее. Тоже высохни, как сморщенный фрукт, превратись из винограда в изюм безвкусный, и тогда ты прозришь чего-то там, свет в конце туннеля, увидишь эти самые миры иные, особенно если будешь читать бесконечное слабоблудие об этих самых мирах иных. Вот все это на краях христианских общин втягивается туда, потому что это вот тепленькие люди, простые, поверившие в Бога, пытающие изменить свою жизнь, но не обладающие иммунитетом против вот всей этой бредятины мистико-аскетической. И Павел как раз и пытается этот иммунитет им проявить, он говорит, друзья, это все сожженная совесть, они к вам приходят, потому что надеются вас надурить и денег собрать, что вы будете им щедро пожертвования жертвовать. Вот, собственно, что мы здесь во второй половине этого послания и читаем. И Павел говорит о том, что вот точно так же бессовестность и учение бесовское, этот запрет есть какие-то виды продуктов. Ну, Павел же, как и все христиане первого века, как и ученики Христовы, как и вся культура иудейская того времени и предыдущих столетий называют постом воздержанием для Бога. Это, во-первых, время, когда человек просто ничего не ест, день поставит, день, когда ты ничего не ешь, до часа смерти Христовой, до трех часов примерно дня, по нашему счету, а потом ешь, что у тебя есть. И, конечно, там, по пророку Исаии, вот пост, который я избрал, «Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма». И вот в этом ключе они думают. Поэтому то, что там рассказывают эти самые эллинизированные аскеты, что вот мухоморы можно есть, они постные, и от них возникает свет в конце туннеля, а дешевые сосиски есть нельзя, для Павла это абсолютно абсурдная совершенно позиция. И вот он об этом пишет. Повторю, что со временем меняется контекст, и то, что думают и пропагандируют на подобного рода темы христиане, потом меняется на прямо противоположное, что Павел здесь говорит. Поэтому так важно и так шокирующе, на самом деле, читать эти его слова. И вот смотрите, что Павел говорит о разных видах пищи. «Всякое творение Божие хорошо и ничего не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Если ты благодаришь Бога, есть то, что у тебя есть, и все, и нечего морочиться». Павел не видит нормальным, правильным управлять состояниями своего организма, эмоциональными какими-то там всеми вот этими вещами, подобным технологическим путем. Для него отношение с Богом вообще не технология, не техника достичь состояний, не состояния организма – цель, смысл, задача духовной жизни, а Христос. Христос. Поэтому вот это вот для него тоже техника – это можно, это нельзя, делай так, делай эдак, значит, и, может быть, пробьешься в Царство Небесное. Для Павла это совершенно невозможно. И, обращаясь к Тимофею, он говорит, вот если ты об этом будешь все время напоминать, внушайся и братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которых ты последовал. Вот он предлагает Тимофею, собственно, в общине, где Тимофей трудится, учить христиан именно тому, что все это обольщение, все это учение бесовское, не состояниями организма призван заниматься христианин, а любовью ко Христу и к ближнему. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Негодных и бабьих басен отвращайся. Вот он там во второй главе говорил о женщинах. Современные толкователи нередко думают, что Павлова негативная, ну так, если назвать вещь своими именами, отношение к женщинам, это не к женщинам как таковым, а вот к тем, которые эти бабьи басни и всякую такую дешевую мистику чудес распространяют. Ну, может быть, может быть. Другое толкование, что речь вообще идет о религиозно-философских учениях, которые Павел ругает вот такими словами. Но он не отвлекается здесь от своей темы, говорит, что телесные упражнения мало полезны. Тоже, в общем, странно это слышать. Странно, потому что, ну, как только приближается Великий пост, мы начинаем со страшной силой рассказывать друг другу, как важно и полезно телесные упражнения. Павел не говорит, что оно совсем не полезно. Он говорит, что мало, мало полезно. Для него благочестие что-то другое. Благочестие, которое на все полезно, имеет обетование жизни настоящей и будущей. Вот, понимаете, апостол во всем этом послании, на самом деле, говорит о том, что именно упование на Христа, доверие Богу и любовь во Христе, вот это и есть то благочестие, которое полезно, которое действительно дает тебе другую жизнь, дает результат. Он уже не спорит здесь о, так сказать, стремлении добиться, достичь, найти жизнь вечную, найти, встретить Бога. Он говорит, да, только для этого нужно благочестие, доверие Богу и любовь во Христе. Вот это, говорит апостол, и есть обетование настоящей жизни и будущей. Для этого мы трудимся, что уповаем на Бога живого, который, снова он возвращается, еще раз к тому, что говорил во второй главе, который есть спаситель всех человеков. Мы уповаем на встречу с Богом, на то, что не какое-то упражнение телесное, что ты чего-то ешь, чего-то не ешь, или голодный, или еще чего, не это, а то, что мы доверяем любви Божьей, доверяем тому пути любви и верности Христу, которым Бог нас призвал. Вот это, говорит апостол Павел, снова Тимофею проповедуй и учи. И, видимо, имея в виду какие-то сомнения, может быть, неуверенность Тимофея, он говорит, никто пусть молодостью твоей не пренебрегает, будь образцом в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Посмотрите, это еще одна попытка Павла расшифровать, что он называет благочестием. Это очень важно, потому что, на самом деле, Павлова понимание этого древнегреческого слова радикально не совпадает с пониманием окружающей его религиозно-культурной и ленистической среды. Вот для Павла благочестие – это слово о Христе, чистая жизнь, любовь, дух, вера, чистота. Вот это существенно. И апостол говорит о том, что проповедовать это, свидетельствовать об этом, учить вот тому, что это спасает, а не какие-то там телесные упражнения. Это твоя обязанность, это то дарование, которое тебе дано с возложением рук. То есть Тимофей был поставлен на свое служение с возложением рук христиан, может быть, пресвитеров, может быть еще какими-то людьми. Странно, на самом деле, что Павел говорит здесь с возложением рук священства, потому что нет понятия священства в христианстве первого века. От слова совсем. Левицкое священство Иерусалимского храма в общем не играет большой роли в христианских общинах, хотя в деяниях говорится о том, что и священников многие покорились в вере. Но все-таки вряд ли. У нас нет особых свидетельств о том, что они занимали какое-то специальное место в христианские общине. А уж про греческое священство, собственно, жречество, и говорить не приходится. Поэтому фраза Павла странная. Ее либо надо не заметить, либо задать вопрос, на который нет ответа. Что он имеет в виду? Может быть, у него проскальзывает здесь какая-то картина того, что такое священническое служение церкви. Но кроме вот этого места для первого столетия подобного рода взгляды, в общем, не зафиксированы. Поэтому, да, действительно странное выражение. Тем не менее, смысл того, что Павел говорит Тимофею, вот это тебе поручено, а тебе молились, на тебя возлагали руки, и тебе дано это проповедовать, этому учить. Вот и будь образцом для верных, вот и свидетельствуй. Как еще поразительно, тоже он выражается в 16 стихе, «вникай в себя и в учение, и так поступай, спасешь и себя, и слушающих тебя». Павел призывает Тимофея к трезвому взгляду на себя, на то, что Тимофей должен делать, к чему он призван, на что он поставлен, и в учении, что именно он проповедует, о чем свидетельствует. Потому что подлинное, здравое учение, как его называют апостол Павел, это все-таки сосредоточенность надежды, веры и любви во Иисусе Христе.